25 января исполнилось бы 85 лет Владимиру Высоцкому. Скажите, пожалуйста, что вы о нем знаете? Самый, можно сказать, из советской эпохи великий бард. Да, слушаем с большим удовольствием до сих пор. Песня бесподобная. Певец. Да, актуально. Все его произведения актуальны, наверное, еще много лет. И были, и есть. Ну, один из лучших, да. Это певец бард. Очень известная личность. Великий гражданин Советского Союза. Поэт, талантливый исполнитель, артист, художник. Хорошо знал жизнь. Умел воплощаться в образ любого гражданина Советского Союза. Я так думаю. Ну, что он очень хороший актер и певец. Ну, немножко из личной биографии. Скажите, так вот, на вскидочку можете вспомнить какие-то песни? В связи с пандемией, вирус в целом мире ширится, растет заболевание. Это так, на вскидку. Ты помнишь, чем? Дом хрустальный, на горе для нее. Ты помнишь, у Высоцкого 07? Ну, 07, да, простю, Одессу. Который раз лечу в Москву, Одессу. Да, в горы. Парня в горы, Кенгинский. Да, буквально недавно прослушивала. Мощная песня. Да, масса песен, ну, там, альпинистка моя, скалолазка моя, что еще, кони. Приверливые, да? Да, приверливые. Ну, и так далее. Парус, то есть, много песен. Очень много. Я на братских могилах, не ставят крестов. Так, ну, здесь во мне равнины, здесь климат иной. Ну, про альпинистов, что, а на войне, быть может, он немецкий парень брал с тобою. А вот теперь, ну, что еще? Ну, много, но я память плохая уже, у меня уже 80 лет. Поэтому вспомните. Беседа с офицером в ресторане. Он сказал, капитан, никогда ты не будешь майором. Вот. Ну, много песен, но их же невозможно вспомнить. Я понял. Мазин! Видите, какие. Клоуны. Клоуны, да. Ну, много, много песен. Обо всем. Там, да, собственно, и нет такой, наверное, области жизни советской, о которой бы он не написал. О вальпинистах, водителях, летчиках, як, я-як. О технике даже. О шахтерах, о зэках, там. Ну, о золотоискателях. Вообще, я из его песнями рано знаком, потому что я учился в радиоинституте, и у меня был товарищ Виктор Нестеров, и он был альпинистом. Он великолепно играл на гитаре, очевидно, сопровождал в своих группах многих кима, там, выдающихся этих бардов тех времен. Поэтому я уже на первом курсе от него услышал очень много этих песен. Ну, в том числе, вот, здесь варнина, здесь климаты, но идут, наверное, одна за одной. Вот, и это самое, вот, боярные песни тоже. Ну, про зарядку песню, про коней, так, на вскидку. Они, как поговорки в жизненных ситуациях, иногда всплывают сами с собой эти песни уже. Поэтому так сразу не могу сразу все вспомнить. Ну, вот так вот, самую известную или самую для вас запомнившуюся, хотя бы пару строчек, можно пропеть, можно просто процитировать. Ну, когда родители заставляли каждый день делать зарядку, да, то эта песня «Руки выше, ноги шире», ну, это вот как бы из него запомнило почему-то больше всего эту песню. Кроме того, что он пел свои прекрасные песни, он еще и был замечательным актером. Вспомните фильмы, в которых он играл? Конечно. «Время встречи» изменить нельзя. Легенда русского кино, да. Из того, что меньше, так сказать, популярна на сегодняшний день, интервенция, спектакли. Ну, конечно, мы-то их не видели в Тогороге, в Московске, ну, кое-что, отрывки. А вот первые фильмы, в которых еще был молодой Высоцкий, вспомните? Ух ты! Вот «Альпинистка» из какого, в каком фильме звучало? Вспомнить бы название. Гараж, не гараж? Нет, не гараж. Сейчас. Вертикаль. Вертикаль, точно, да. Шарапов. Известный. Конечно. Место встречи изменить нельзя. А, не Шарапов, Жеглов. Жеглов, да. Перепутал. Вот место встречи изменить нельзя, потом. Еще снимался в фильмах. Ну, я не помню, как они называются. Ну, старые фильмы. Ну, старые, из Трипуха, например, да? Вертикаль, где он пел? А, Вертикаль, да, это про скаловазов. Ну, песня, потому что скаловазка, да, там. Да, 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 да. Опасные гастроли. А, да, Опасные гастроли, там он играл. Какого-то... Артиста бенгальского, да? Ну, наверное, да. Наверное. Ну, фильмы, это высота, по-моему. Я иногда фильмы, наверное, не смотрел. Не высота, а вертикаль, наверное. Вертикаль, да, конечно. Ну, собственно, с этого началось наше знакомство с ним. А, еще вот что. Вот бег, нет, бег, по-моему, да, где он играл, это с лошадью прощался. Да, да. Ну, все не вспомню, но вместо встречи изменить нельзя, конечно, все помнят. Так, названий не вспомню, образы. А вот первый фильм, вы его не помните, в которых он начинал молодым еще актером? Нет, не вспомню. Нет, не вспомню. А вот помните, откуда песня про альпинистов? Из какого фильма? Нет, не вспомню. Я помню песню, помню его образ этой песни, а название фильма не помню. Скажите, пожалуйста, вот сегодня остается Высоцкий популярным в России, и вот особенно у молодежи? У молодежи меньше, наверное, все-таки. Все-таки это уже больше поколение. Ну, наше поколение, я думаю, что остается, потому что... Те, кто до 80-х родился, а наша, да. Хотя... Иногда им, как они сегодня говорят, заходит в них творчество, конечно. Ну, и опять-таки перепевают его многие, поэтому я думаю, что он надолго популярен был. Как Вы считаете, сегодня он известен молодежи, популярен? Знают его молодые россияне? Я думаю, знают. То есть музыка эта звучит часто, как мне кажется. Более того, некоторые современные певцы ее перепевают, то есть в своей, так скажем, интерпретации. Ну, то есть известны. Так как Вы считаете, сегодня остается Владимир Высоцкий популярным в России, и вот особенно у молодежи? Ну, во всяком случае, я не слышу, но его молодежь знает, конечно. А вот в Вашей семье молодежь знает Высоцкий? Ну, конечно. И дочка, и сын. Дочка захватила это время. Вернее, ну да, дочка захватила это время, а сын, в общем-то, родился позже, уже на 8 лет. Ну, тоже знает, конечно. Тем более, что он музыкант у меня. Ну, тогда должен знать. Конечно, знает, да. Ну, правда, классическая музыка, он пианист, но все равно Высоцкого, он, конечно, знает, как великого гражданина и артиста, и композитора, и исполнителя своих песен. А вот как Вы считаете, сегодня помнят Высоцкого, знают в России? Ну, россияне, и особенно вот меня интересует молодежь. Ну, за молодежь не буду говорить. Россияне, конечно, его знают. Это лицо, это голос нашей Родины. Тем более, песни его очень душевные, и отражали многие настроения, и, как бы, ну, это народный певец, поэтому его любят и будут любить, я считаю. Ну, а молодежь уже зависит от родителей. Как воспитают, так и будут знать. К сожалению, сейчас редко эти песни звучат с экранов телевизора. Ну, в нормальных семьях, может быть, звучат чаще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова